В прессе можно прочитать разные думки, но я хочу, чтобы вы знали про реальный стан речей. Это очень важно. Почти все места во взрослых опорных больницах заполнены, места, которые освобождаются, тут же занимаются следующими пациентами. На сегодня в больницах находится 966 человек, из которых 711 в тяжелом состоянии и требует высокого потока кислорода. Никто не мог предположить, что во время этой волны потребность кислорода возрастет в разы, в то время как весной максимальная потребность города составила до 6 тонн кислорода в сутки. Мы готовили заранее, закуплены кислородные станции, как раз покрывают эту потребность, но они уже работают в первой и пятой городских больницах. Позавчера мы запустили станцию в 10 больнице, сегодня-завтра в детской больнице номер 3. В этом месяце планируем установить станцию в 8 больнице и 2 в инфекционной. Мы планировали запустить эти станции до 1 ноября, однако из-за праздников в Турции турецкая таможня не работала. Эти станции сейчас только выходят. Одна станция, по информации на сейчас, находится уже в машине, в дороге. Две станции должны выйти ближайшим кораблем на Одессу. То есть, как я уже говорил, вместе это 6-7 тонн кислорода ежесуточно. Вот такой объем мы сможем вырабатывать, смогут вырабатывать кислородные станции, установленные нами. Нам необходимо поставлять до 15 тонн кислорода в сутки. Где мы их берем? Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на экран. Если есть у нас, вы видите, пожалуйста, на экран информацию. И опять же таки, я хочу, чтобы вы разбирались и понимали, и четко знали информацию с поставками кислорода. Потому что фразы о том, что все под контролем, и кислород есть, достаточно самонадеянные фразы такие. Их необходимо анализировать, контролировать и подтверждать конкретными фактами. Специалисты предоставили мне информацию, что фактически в Украине производят кислород только в 14 городах. Другие компании перепродают или не производят кислород в жидком виде. Также кислород производят в соседние страны. Молдова, город Кишинев и Румыния, Галац. Поставку кислорода в Одессу осуществляют только одесский припортовый завод, находится в 40 километрах от Одессы. Предприятие «Линда Газ Украина», которое имеет производительные мощности в городе Курохово, Донецкой области, около 700 километров, и находится он на удалении. Это очень важно понимать эту информацию. 700 километров от Одессы. И Кривой Рог, который недавно заработал, более 300 километров от Одессы. Это те производители, с которыми у нас есть договорные отношения. Например, на прошлой неделе «Линда Газ» поставила 50 тонн. Припорты вызывают 18 тонн. Нехватку удалось перекрыть поставкой из Молдовы, и по нашей просьбе откликнулся город Калыш, предоставив недостающий кислород. Наша инфекционная больница обратилась к данному предприятию, и они оказали нам помощь, предоставив нам порядка 18 тонн кислорода, который мы привезли. Расстояние до Калыша, вы знаете, это более, по-моему, 800 километров. Почему я говорю про расстояние, а далее остановились? На этой неделе по договорам планируется получить 88 тонн кислорода. Сейчас город нуждается в 105 тоннах кислорода в неделю. Если я подытожу количество, которое мы будем иметь, гарантированно это 90 тонн. Даже если мы доставим станции, это еще 3,5 тонны, все равно, вы видите, проведя арифметические действия, что четко уверены в поставке того объема нужного нам, мы о уверенности это говорить не можем. У нас в опорных больницах достаточное количество криоцилиндров, но может быть так, что их нечем будет заполнять. То есть на те вопросы, которые были и остаются, как мы готовились к новой волне, а готовились мы достаточно, на мой взгляд, качества. Исходя из тех потребностей или той информации, того количества кислорода, которое мы, город, потреблял в прошлую волну. Никто не мог ожидать, что это вырастет в разы, специалисты в том числе. Однако, установив суммарно 30 криоцилиндров, мы обеспечили необходимое количество объема, емкости и этого объема, который в них можно закачать, для бесперебойной поставки качественного кислорода нашим пациентам. На конгрессе при президенте Украины, с его участием, я затронул вопрос нехватки кислорода в Одессе. И нам обещали, что ситуация с понедельника будет решаться. Действительно, могу сказать, что общими усилиями, и мы впервые с Сергеем Альфаевичем вздохнули чуть-чуть свободно, что сейчас у нас есть запас кислорода. Смогли мы его обеспечить не только, не благодаря, к сожалению, не благодаря плановым поставкам, благодаря тому, что не сидим в сложе руки и ищем кислород, где только можем. Вчера вечером отправили нашу цистерну навстречу машине из Курахова, чтобы доставить кислород от Линдогаза уже ночью, а не утром, как планировали поставщик. Потому что если бы мы ждали до утра, ситуация была больше, чем напряженная. Еще одной проблемой является нехватка цистерн для перевозки кислорода. К тому же впереди зима, и время в пути увеличивается, поэтому мы должны обеспечить город дополнительными машинами. Вот эта схема, графика или расположение с указанием километров до заводов-производителей говорит о следующем. У нас, рассчитывая наши и мощности, и возможности по доставке кислорода, для того, чтобы привезти кислород, как вы все понимаете, нам нужна техника. Нужны машины с бочками, так по-простому вам говорю, с цистернами, специальными. Что у нас имеется сегодня в городе? Две машины ЗИЛ по две тонны. Это одна из компаний, с которой мы имеем договор и которая привозит этот кислород в город. Одна машина, 6-тонная, марка этой машины Рено, достаточно, относительно свежая машина. Также имеется у нас один, также ЗИЛ, двух тонны, это в другой компании. Одний 6-тонный грузовик, Дав. И компания, как я сказал, Линда Газ, днепровская компания, у которой есть собственные машины. Машины 20-тонные, там немножко посвежее техника. Но компания занимается поставками не только в Одесский регион. Также имеется в наличии один прицеп на 16 тонн, который как раз мы посылали в город Кал. Так вот, в чем, Сергей Феевич, почему я там подробно все рассказываю, чтобы мы понимали эту обстановку, реальную обстановку. О том, что, если может для кого-то, я говорю вещи удивительные или непонятные, то я хотел бы объяснить, что с наступлением зимы может выпасть снег, как ни странно. Что затруднит перемещение по дорогам. И транспортное сообщение между городами будет достаточно проблематично. И проехать те же 720, 300, 400 километров, время на преодоление этого отрезка расстояния увеличивается. Может быть, даже в разы. Поэтому сегодня проблема к тому, что самого производства кислорода, как нам говорят, что сегодня в Украине достаточно производят кислорода. Но производить, может быть, мы же не соревнуемся по производству кислорода. А мы озабочены тем, что как этот кислород доставить в Одессу и наполнить нашей емкостью. Так вот чудес не бывает. И сегодня, если мы ждали машину из Калыша, в которой водитель буквально совершал героический поступок, водители меняют друг друга, они проделывали за менее чем застутки этот путь и привезли 18 тонн в город. Такая же ситуация была и с машиной из Днепропетровска. Поэтому вопрос, который сейчас стоит, это наличие цистерн и достаточного количества транспорта, который сможет обеспечить поставку этого кислорода, который у нас производится в Украине. Доставка его до конкретного адресата, до конкретной больницы, конкретного криоцилиндра. Нам следует кардинально решать проблему в зависимости города от поставщиков кислорода. В нашем случае это строительство собственного завода по производству жидкого кислорода. И тогда мы сможем полностью обеспечить потребности ДСИТа. Либо, Сергей Рафаевич, мы говорили сегодня и вчера, о том, чтобы собрать совместное общее совещание, если могут увеличить количество выпускаемого объема, расширяя свои возможности, припортовый завод, краян, другие производства, они должны ответственно нам сказать, не беспокойтесь, мы количество кислорода вам обеспечим в количестве, в том количестве, в котором нуждается город, ну и соответственно и в области. Если такого заверения и надежной информации не будет, то сегодня на этом сессионном заседании я в том числе даю протокольные поручения нашим специалистам дать предложение нам о строительстве нашего муниципального завода по производству медицинского кислорода. Это не дешевое удовольствие, но это то, как развивается сегодня, это зараза, как распространяется, и с учетом тяжести, заболеваемости, мы должны быть обеспечены кислородом надежно. То же самое протокольное поручение, прошу его зафиксировать, относительно передвижных цистерн, емкости. Это сегодня мы формально выполняем, я это говорю на сессии, это протокольное поручение уже дано неделю назад, и наш департамент экономического развития транспорта и транспорт занимается поиском таких цистерн на рынке. Есть уже предложения определенные, но нам бы хотелось, чтобы эти цистерны были абсолютно новые, потому что бушные цистерны, мы должны быть уверены в том, что они действительно в рабочем состоянии. Я к чему это говорю, недавно на форуме «Одесский дебат» я цитировал одного из президентов Соединенных Штатов Америки, его выражение очень уместно именно сейчас в контексте моих слов сейчас. Так вот, звучат эти слова так, лозунг единой истинной демократии, не пусть это сделает правительство, а давайте нам, дайте нам это сделать самим. Если мы это не делаем сами, за нас это никто не сделает. Я прошу дайте, что хотелось бы еще сказать. Что нам, мы привозим кислород. Проблема в чем? Что кислород, который мы привезли, например, недавно, у нас получилось так, что пришедшая машина с 20 тоннами из Днепра, и тут же под утро пришла машина с 18 тоннами из Калыша. Вопрос возник другой. Куда нам, для того, чтобы освободить эту машину, куда нам слить этот кислород? То есть нам необходимо в Одессе, в городе, иметь гарантированную емкость, если у нас появится возможность производить и сделать запас, нам необходима такая емкость. Либо информация о том, где эти емкости есть, и чтобы у нас был гарантированный, хранился наш городской запас кислорода, который мы обязаны обеспечить. Кислород, опять же таки, обращаясь к этой карте с расстояниями, исходя из продолжительности нахождения машины в пути за кислородом, я считаю, что город Одесса должен иметь минимум двухсуточный запас кислорода. А это порядка 30-35 тонн запасов, если мы говорим. Почему так? Потому что это рассчитывают специалисты. При перегрузке, при заправке есть минимальные потери, но они есть. При подключении шлангов и так далее, есть определенные сбросы. Это я видел ночью, как это происходит. Поэтому нам необходимо иметь такой запас. Иначе мы будем постоянно жить в страхе или под угрозой того, что, не дай бог, что-то произойдет. Поэтому эти протокольные доручения. Сергей Миколаевич, прошу провести перемоги с европейскими партнерами щодо закупивали цистерн для перевезения 20 тонн кисню. Можно больше. Также с Михаилом Миколаевичом подготовить пропозицию щодо будь-то в Одессе мини-заводу с вырабницей рідкого кисня для медицинских потреб. И чекаю пропозицию до встановления великого резервара для зберегания резервного кисня.